Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи! Сегодня на улице в Москве жарко, поэтому прошу прощения, если будет звук проезжающих машин, я с открытым окном, иначе на своей малюсенькой кухоньке я начинаю потеть весь, преть, и знаете, как на кухне ресторана говорят, не пересаливай еду. Это имеется в виду, когда повар потеет, и если вдруг он наклонился, капля пота может упасть, да, вот такого. Это некая шутка, но тем не менее, да, чтобы не пересаливать еду, с открытым окном работаем, значит. Сегодня что произошло? Я сгонял на рынок с утреца, набрал всяких вкусняшек, и решил, что нужно сделать что-то вкусное. Это будет, знаете, типа кассироль, но кассироль это, по сути, запеканка некая, только вот лишь кассироль, называется кастрюля определенная, да, из термостойкого материала, которую отправляют в духовку. У меня здесь будет такой гастрик, мой любимый с дачи, обожженный, прожженный, и много-много всяких разных молодых овощей, потому что сейчас сезон, на рынке продают все, что ни попадя, можно найти массу всего самого интересного. Стебель сельдерея толстый, я такие вот, когда он совсем толстый, я их как-то определяю, да еще и зеленый, их бы хорошо чуточку почистить сверху, этого можно не делать, но, знаете, шкурка такая грубая, что можно и нужно бы ее немного тут счистить. Все нарезаю довольно крупными ломтиками, и сразу же отправляю все в гастрик. Заветрившиеся части убираем. Еще кассироль готовят, ну, наверняка сейчас кто-то напишет в комментариях, мол, типа, это обязательно с сыром там или еще с чем-то. Это не обязательно вообще. Здесь я хочу дать чистый вкус, потому что лето, время замечательных овощей. Зачем сюда добавлять сыр или еще что-то лишнее? Я, в частности, про молочку, не сливок никаких, даже сливочное масло я добавлять не планирую, хотя оно мною очень любимо. Перчик болгарский все такими, знаете, крупными дольками, ломтиками, треугольниками. Здесь нет принципиального какого-то такого способа нарезки, который мог бы подходить для этого, для всего. Способов приготовить кассироль много, у каждого свой рецепт, а вот морковочку я порежу чуть помельче, потому что ей дольше немного запекаться. Но мы можем обойти этот момент, если мы делаем мелкие ломтики. Значит, баклажанчики у меня молодые. Тетя Ира говорит, я их срываю пораньше, чтобы они не вырастали большими. Все, здесь нужно, главное, соблюсти объем таким образом, чтобы не была куча мала. Всего должно быть пропорционально друг другу. Ну, а для тех, кто не любит заморачиваться с приготовлением или у кого нет на это времени, ну, по разным причинам, я хочу вас познакомить с моими друзьями Creative Kitchen. В их арсенале больше ста готовых блюд, понятные вкусы, понятные ингредиенты, понятные сами по себе блюда. Помимо всего прочего, Creative Kitchen имеет свою личную фабрику, на которой все это делает фабрика, сертифицированная по высшим стандартам пищевого производства, и они не используют Е-добавки, консерванты, усилители вкуса, то есть все максимально натуральное, при этом современная упаковка позволяет сохранять все полезные вещества. В линейке Creative Kitchen есть еще специальные блюда с такой маркировкой Light, которые разработаны совместно с нутрициологом и содержат идеальный баланс калорий белков, жиров и углеводов КБЖУ. Ну и опять же, в самокате можно заказать на Яндекс.Лавке, в Озоне и в крупных супермаркетах вашего города. Заходите по ссылочке под роликом и знакомьтесь, потому что вот такие вот доставки решают реально массу проблем. Чили перчик обязательно режу покрупнее, чтобы его видно было, добавляю немного. Гужеры бы, конечно, хорошо нафаршировать чем-нибудь, но это в другой раз. Гужеры толстостенные перцы. Видите, какая толщина у них стенки. От них много мяса. Русские люди любят перец болгарский. Как не посмотришь рецепты, у всех один болгарский перец в рецептах. Ну, что ж, тут все зависит от пожеланий каждого, так сказать, индивидуума. Лук давайте сначала красный, молодой, вкусный, настоящий. Дольками таким нарезаем, все сюда отправляем. Белого лучка надо добавить. Он при запекании дает хороший аромат. Если хороший аромат у блюда, то у всех течет слюна. Все такие, что там запекается такое вообще невероятное. Потом обычный кабачок еще не добавил. Сюда. Смотрим. Ну, уже вполне себе достаточно. Желтый кабачок я не добавил. Ну, желтого кабачка добавлю немного. Для того, чтобы цветовую гамму, так сказать, поддержать. Так, предварительно, значит, вот что делаем. Иголочки розмарина сюда. Одной ветки будет достаточно. Можно использовать сухой. Но когда на улице лето, то наверняка розмарин у всех продается. Дальше у нас идут, значит, оливковое масло. Оливковое масло не жалеем. Прям поговаривают итальянцы, что его... Вообще, кассироль это американское блюдо французского происхождения. Вот. Но его готовят, конечно, и в Европе очень активно. Это я на итальянский манер делаю. Значит, с чесночком у нас... Вот какие дела. Отрубаем все лишнее. Убираем шивуху. Та, которая у нас торчит. Все, сильно распаковывать не будем. Чесночок. То есть, все, что торчит, там один-два слоя снимайте. Идеально, если это будет молодой чесночок. Вот это, конечно, вкус будет иной. Там тоже... Вот у меня вроде молодой, но он уже несколько дней полежал, подсох. Гастрик в доске удобнейшая вещь, скажу я вам. Тут удалять ничего не надо. Значит, сейчас нам нужно добавить сюда томатов. Тоже маленькие взял. Тетя Ера говорю, маленькие надо, чтобы для запекания... Пару-тройку-четверку там. Значит, что делаем дальше? А дальше мы перемешиваем все. Да и можно шумовочкой. Тут перемешиваем для того, чтобы в масле все обвалялось. Это раз. Красота какая! Вот это огородный, так сказать, огородное блюдо. Блюдо с огорода. Не у всех, конечно, знаю такой богатый огород, потому что в городе кто живет, то у них огорода вообще нет. Теперь все перемешиваем еще с солью. Соли много не надо, овощи сладкие. И я бы, конечно, оставил вот эту сладость овощную, потому что она бывает только раз в год. Тимьян. Я прям ветками его буду бросать. Тимьяна не жалейте. Овощам невероятно подходит тимьян. Он делает их очень ароматными. Создает вот этот травянистый вкус. Прелестный. В процессе обжаривания надо будет перемешать 2-3 раза, чтобы те, которые снизу переходили наверх, все равно овощи дадут сок. Чесночок в самый последний момент. Разрезаем его поперек. Опа. Значит, чесночок ставим вот сюда. Добавляем на чесночок обязательно чуть-чуть маслица. Все овощи в масле я вижу. Оно такое масляное должно быть. Вот знаете, как будто Средиземное море. Вы находитесь на итальянской вилле. Вот представьте себе, помечтайте просто об этом. А потом раз, и ваша мечта может осуществиться. Не бойтесь мечтать о чем-то хорошем. И бойтесь мечтать о глупостях. Это у нас все готово. На всякий случай. Сверху еще. На. Из Дагестана привезли соль. Уникальная вещь. Но она имеет какую-то определенную свою влажность и вязкость. Из солонки только с большими дырками вываливается. Но соль уникальная. Единственное в мире место, где такая соль с такими характеристиками живет, так сказать, добывается. Все. Вот три веточки тимьяна я оставил. Я лепесточки сверху закину. Духовка у меня стоит 230 градусов. Я люблю все-таки на максималочках работать. Вы это знаете прекрасно, кто смотрит мой канал все время. Поэтому ставлю в середину. 230 градусов 35-40 минут. Смотрите сами. Тут хорошо бы, чтобы они и подпеклись, и подсохли немножко. Знаете, такие были чуть-чуть скукоженные. Ну, еще раз повторюсь. Надо будет в процессе перемешать 2-3 раза, потому что сверху начнет прихватываться. Снизу температуры, ну вернее, прямых лучей недостаточно. Нам нужно будет их менять местами. Все, давайте через 40 минут будем смотреть, что да как. Значит, за это время нужно подготовить соус к овощам. Ну, это соус не соус, но, как я уже сказал, на итальянский манер я это делаю. Поэтому тут пармезана, конечно, не будет, но чеснока должно быть много. Потому что там чеснок даст свое, а здесь чеснок даст свое. Вот тут вот у меня банка, я ее уже оттуда вытряхнул. Польпа. Это летние томаты. Почему польпа? Потому что польпа это уже резаные томаты, то есть кусочками. Не надо ничего, не блондировать, не, так сказать, ничего добавлять туда. Значит, чеснок обязательно помельче мы и режем. Вот так вот вы режете, я режу. Кастрюльку пусть нагревается. Из травок, муравок мне понадобится зеленый лук. Средство от семени дуг. Размарина веточку. И тимьяна тут 2-3 веточки, но у меня получилось 3. Кастрюлька нагрелась, немного оливкового масла туда наливаем. Прям, оп, чуть-чуть. И добавляем сюда сначала чеснок. Он уже начинает шкварчать. Обязательно немножко. Но это на мой личный взгляд, на мой личный вкус. Я чуточку зиры добавляю. Только надо брать таджикскую, хорошую, мелкую, ароматную. Вот эту иранскую, огромную, вонючую, которую все ненавидят, не берите. Прям, буквально, щепотку. Здесь нужно нам всего лишь подчеркнуть аромат и сделать обычный томат вкуснее, чем он есть в банке. Он и так уже вкусный. Но тут есть шанс сделать его чуточку вкуснее. Перетерли. Бросили зиру в масло. Она там чуть-чуть. Потом травки-муравки. И тимьян стреляет. И сразу же выливаем. Не забываем, что здесь нужна соль обязательно в соусе и чуточку сахара для баланса. Попробуйте, вот добавьте немного или чуть больше. Пробуйте, чтобы вам нравилось, чтобы не было сильно кисло. А то бывает такое, что в рецептах, вернее в комментариях пишут, мы сделали по вашему рецепту, нам показалось кисло. Все зависит от томатов, от уровня выпаривания, концентрации кислоты и всего прочего. От разных факторов. Поэтому балансируйте всегда вкус с помощью соли и перца. Ой, соли и сахара. Сахар. Сол, фасол. Оп, оп. Сол, фасол тут все добавляем. Теперь перемешиваем. Долго его варить не нужно. Потому что здесь речь идет о сохранении томатного вкуса. И подчеркивание его. Это очень вкусно. Пока кипит, быстро нарезаем зеленый лук. Кипеть нужно томату примерно минут пять. Чтобы томат пропитался всеми ароматами травок-муравок. Выключаем. Сюда отправляем. Вкусный, молодой, отличный сезонный лук. Теперь все это перемешиваем. Пусть лучок там дает тоже свой аромат. Травы пока оставляем. Перед употреблением вынуть. Теперь осталось дождаться, когда запекутся овощи. И будем их подавать. Овощи в духовке, в моей духовке, простояли в итоге пятьдесят минут. Мне хотелось больше жара, больше каких-то подпален. Не везде они есть. Я вижу, что овощи уже приготовились. Поэтому, значит, первонаперво нужно выловить чеснок. Все, что вывалилось, это вывалилось правильно. Потому что это все надо оттуда выдавить. Травки, муравки все выкидываем. Все, что попадается со стеблями. То, что выловил, нужно выдавить, как я уже сказал, прямо сюда. Печеный чеснок, это вообще самое вкусное. Кто любит плов, знают, да? Теперь мой любимый способ, как сделать любые овощи печеные вкуснее. Дать им немножко ощущение костра. Подпалить их. Про соус не забываем. С чесночком, томатный, сладкий, вкусный, фантастический соус. Берем большую ложку и начинаем пробовать. С томатным соусом желательно все перемешать. Аромат стоит такой, что вам даже не передать. Если вы все это блендернете, то можно еще разочек прогреть. В баночки закатать. На зиму поставить. Маслицем только сверху залить. Если вы это помельче порежете, то можно использовать как икру овощную. Если вы захотите это охладить и чтобы оно настоялось за ночь, будет еще вкуснее. Опять же другой вариант. Уже готовое, добавляете сванскую соль или хмели-сунели и приближаетесь к аджаб-сандали. Подавать вместе с мясом, с курицей. Это просто фантастическое блюдо. Назовите его как захотите. Кассироль, запеканка, печеные овощи. Больше пробовать не буду, потому что жена потом скажет, а куда овощи делись? Потому что это любимый способ приготовления, любимое блюдо моей жены. Я с вами прощаюсь. Пока. Жду вас на новых видео.